Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Мало кто сомневался, что крупногабаритный Александре Черно не удастся забеременеть. Впрочем, уже этим летом участница Дома 2 впервые станет мамой. А вот Майей Донцовой об этом пока остается лишь мечтать. И для кого не секрет, Майя и Алексей Купин активно планируют малыша. Для подготовки к зачатию пара даже обратилась в центр по планированию детей. И это не считая курса лечения, который Донцова прошла еще до свадьбы. Судя по всему, все попытки супругов стать родителями остаются тщетными. И что еще хуже, вряд ли Майе вообще можно помочь. Пользователи социальных сетей не сомневаются. В бесплодии их пары виновата именно Донцова. Так девушки уже припомнили всех половых партнеров, и это только на Доме 2. Кроме того, многие убеждены, за плечами Майи не только немало мужчин, но и столько же абортов. И это главная причина ее неспособности забеременеть. Бывшая участница Марго Овсяникова попала в больницу в Доминикане. Сейчас ей очень плохо. Она лежит под капельницами. Марго попала в больницу в тяжелом состоянии. У нее был стресс и переутомление. Ей сразу поставили капельницы. Врачи прописали Марго полный покой. Она должна была на днях уже лететь в Москву, но в итоге должна находиться там около недели, рассказала продюсер Овсяниковой. Продолжается совместный отдых Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Вернее, как признается телеведущая, отпуск у нее только начался. Ведь первые дни дня в Таиланде Бузовой пришлось работать, сниматься в фотосессии, интриговать отсутствием жениха, самой снимать ролики для сториз. Тем временем в сети появились слухи, что Ольга Бузова тайно вышла замуж. Основанием для такого рода выводов стало то обстоятельство, что Давид и Оля сделали парные тату со знаком бесконечности, чем и похвастался Манукян у себя на странице. Многочисленные поклонники этой пары немедленно стали задавать вопросы о тайном бракосочетании. Однако поющая телеведущая и ее кавалер предпочитают продлевать интригу, как будто они не сами ее и создали, так как выяснилось, что летели они на отдых вместе. Умеет все-таки Ольга Бузова даже из собственного отпуска создать пиар-акцию и вызвать интерес к своей персоне? Или прав ее возлюбленные, что у них настоящая любовь? Верите слухам, что Ольга Бузова готова тайно выйти замуж, а не устроить целое представление под камерами. Ни для кого не секрет, Никита Уманский без сожаления отверг очередную претендентку на свое сердце. Не успела Валерия Пронина появиться в стенах Дома-2, как получила отставку. Впрочем, сам молодой человек не останавливается в поисках той самой и единственной. Студя по анонсу будущего эфира, на проект Никита пригласил очередную пассию, за что почти сразу и поплатился. Пронина устроила разбор полетов несостоявшемуся бойфренду. А стоило Владу Кадоне заявить, что Татьяна именно так зовут соперницу Лены, останется на проекте, как началась драка. Не ограничившись нападками Ноуманского, Пронина кинулась в соседнюю комнату, чтобы поквитаться с обидчицей. Озверевшая Лера лишь чудом не покалечила избранницу Уманского. К счастью для самой девушки, Никита встал на ее защиту и оградил от дебоширки. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. В своем интервью о жизни телепроекта Дом-2 Андрей Черкасов рассказал о функциях редакторов Дома-2. При этом, категорически отрицая наличие сценария, ведущий, потерявший 10 лет жизни на проекте и остатки волос, признается, что задача тех, кто отвечает за кого-либо из участников или за какую-то пару, наблюдать, не стухли ли они в эфирах, и давать советы, как сделать обитателей поляны или острова любви заметнее. Выходит, что по отмашке редакторов ждут те же Татьяна Строкова и Данил Сахнов повод для ссоры, или Юлия Белая в невменяемом состоянии отправляется в бунгало к Сергею Захарьяшу и Олесе Семеренко, после чего пару срочной сейшельской площадки убирают. Выходит, что лукавит Андрей Черкасов, ведь и сами участники признают, что бегают с докладами в административное здание, о чем упоминала Саша Черно. То есть редакторы не только отвечают за съемочный процесс, но и кровно заинтересованы, чтобы их подопечные выбились в топы, как можно чаще были задействованы в темах для обсуждения. Только насколько предсказуемы эти темы и сюжеты, что смотреть на одно и то же в эфирах интерес пропадает. Может, в этом не участники Дома-2 виноваты? Как вы считаете? Пишите комментарии! Зрители давно сделали свои выводы о воспитательном процессе в семействе Ольги и Дмитрия Дмитренко. Так, свои полтора года маленькая Василиса до сих пор не ходит на горшок, сосет соску и почти не говорит. Впрочем, это далеко не все, в чем чувствуется отсутствие воспитания со стороны звездных родителей. Ни для кого давно не секрет, игрушкам Василиса предпочитает косметику, а рисовать любит прямо на стенах. Причем в обоих случаях делает это с молчаливого согласия родителей. Зрители помнят эфир, когда девочка устроила погром в комнате Татьяны Григоревской в ее отсутствии и даже не получила за это нагоняй. А вот теперь Оля и вовсе поощряла хулиганские выходки наследницы. Вместо того, чтобы отругать Василису за очередные пейзажи на стене, Рапунцель сделала вид, что все в полном порядке. Более того, молодая мамочка дала дочке конфету, хотя как минимум должна была бы провести воспитательную беседу. Последние месяцы Захар Саленко старательно стажировался на должность ведущего. Молодой человек не скрывал, невзирая на отсутствие опыта, он чувствует себя на своем месте. Более того, без пяти минут экс-участник Дома-2 был уверен, должность практически у него в кармане. Все точки над ИР оставило появление на лобном месте Антона Бекушева. Именно ему, а не Саленко, посчастливилось получить статус ведущего. А вот сам Захар остался не у дел. Как уже стало известно, стажировка Саленко окончена, а вот контракт как участника не продлен. Хуже того, по слухам, у организаторов нет ни малейшего желания видеть Саленко на проекте ни в одном из качеств. В последнее время Ксения Бородина не скрывает своих тщеславных планов отказаться от работы на Доме-2 ради чего-то более перспективного. Не так давно Ксюша призналась, что ей вполне подошла бы роль ведущей одного из ток-шоу, к примеру, на Первом канале. В то время как зрители уже приготовились попрощаться с Ксенией, все точки над ИР оставил Андрей Черкасов. Соведущий Бородиной не только поделился своим мнением по этому поводу, но и фактически уничтожил карьеру Ксюши где-нибудь, кроме реалити-шоу. По словам Черкасова, все, кто хоть как-то причастен к Дому-2, подвергаются самой настоящей дискриминацией. Их редко приглашают на какие-то другие шоу и уж точно не для работы. Кроме того, популярность тех же Бородиной или Ольги Бузовой ограничивается якобы лишь каналом ТНТ. Располневшая Саша Артемова рыдает из-за невозможности похудеть. Молодая мама считает себя жертвой. Саше не удается совместить грудное вскармливание с уменьшением собственных объемов еды. Как только она начинает себя ограничивать, у нее пропадает молоко. Наследство от беременности Артемова получила лишние килограммы, от которых никак не может избавиться. Экс-участница признала, что ей нужно сбросить почти десяток. Усилия, которые предпринимает Александра, тщетны. Она заметила, что как только садится на диету и старается поменьше есть, тут же появляются проблемы с грудным вскармливанием. Маленькой дочери Артемовой нет еще и четырех месяцев и отчаиваться, конечно, рано. Но, скорее всего, Саша завидует тем молодым мамам, которым чудесным образом удается кормить малыша своим молоком и при этом худеть. «Не могу сказать, что чувствую себя отвратительно не в своем весе с 8 лишними килограммами, но неприятно иногда», — продолжила экс-участница. «На пляж в таком виде не выйду, а короткую юбку с черными колготками позволить себе могу, да и не жируха я. Артемова успокаивает себя тем, что приносит жертву своему же ребенку. Для нее в приоритете здоровье и нормальное развитие малышки, а потом уже собственное тело. Честно, успокаиваю себя, ведь это, скажем так, жертва полной гармонии в себе и собственного удовлетворения ради моего ребенка. Да, жертва, потому что я себя люблю и хочу в зеркале видеть то, что я хочу видеть, и мне это важно. Ладно, еду дальше и жую морковь, а муж наминает вкусно и со всеми ароматами биг тейсти», — заключила Саша Артемова. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!